Если открыть современную карту Австралии и внимательно всмотреться в ее северо-западные регионы, то можно заметить пустое пятно среди красной пыльной земли. Там, где раньше стоял оживленный город с театром, школой и улицами, сегодня нет ничего. Никаких дорог, никаких обозначений, ни одного упоминания. Его будто бы никогда не существовало. Это не случайность. Город действительно был вычеркнут из всех официальных документов путеводителей навигационных систем. Он исчез юридически, географически и даже исторически. Именно здесь, в сердце пустыни Пилбора, когда-то находился Виттюном. Проект, который должен был перевернуть представление о будущем Австралии. Город, построенный ради одной цели и одной промышленности. Люди со всего мира приезжали сюда в надежде на новую жизнь. Здесь они создавали семьи, растили детей, устраивали праздники, соревновались в крикете. А сегодня только ветер гуляет по мертвым улицам. Камни, покрытые белесым налетом, скрипят под ногами, и каждый вдох в этом месте может стоить слишком дорого. Государство не просто отказалось от города, оно будто бы стыдится его. Власти сделали все, чтобы стереть следы. Таблички с названием исчезли, автобусные маршруты отменены, самолеты больше не летают сюда. Даже навигаторы пишут, локация не определена. Виттюном стал символом того, о чем не принято говорить вслух. Австралия вычеркнула его из памяти. Но не потому, что он был неудачным проектом, а потому, что он стал самой страшной индустриальной катастрофой в истории страны. Город мечты оказался смертельно опасным местом, которое унесло жизни тысяч людей. Но по какой-то жуткой иронии, ни ядерный взрыв, ни ураган, ни техногенная катастрофа не уничтожили Виттюном. Его убила пыль. И то, что сначала казалось чудом, обернулось тихим геноцидом. Хотя все это не сразу казалось угрозой. Ведь на первых порах город выглядел как настоящее чудо. Виттюном часто называют австралийским Чернобылем. Но если присмотреться внимательнее, эта катастрофа даже более пугающая. В Чернобыле все произошло за одну ночь. Взрыв, эвакуация, паника, международный скандал. Последствия были мгновенными и очевидными. А вот Виттюном убивал медленно. Без шума, без света и огня. Люди умирали спустя десятилетия, а сами даже не подозревали, что уже заражены. Здесь не было радиации, не было аварии, не было ни одного громкого репортажа по телевидению. Никто не бросал бомбы. Люди сами жили, работали, дышали и радовались жизни. Не зная, что все это время их легкие наполнялись мельчайшими волокнами, которые невозможно увидеть и невозможно вывести из организма. Это был не атом, а минерал. Не реактор, а шахта. И вместо ученых в скафандрах, обычные семьи, дети, беременные, женщины и старики. Они ели на верандах, играли на улицах, чистили машины от пыли, которая была пропитана смертельным веществом. Но параллели с Чернобылем все же уместны. Обе катастрофы стали результатом жадности, молчания и игнорирования очевидных угроз. В обеих историях были ученые, которые предупреждали, но их не услышали. В обеих – десятки тысяч пострадавших, разрушенные семьи, пустые дома. Но если Припять стоит как музей под охраной и охраняется государством, то Витинум стерт с лица земли. Как будто проще притвориться, что этого не было, чем признать, что такое могло произойти. И происходило годами. Сейчас по территории бывшего Витинума ходить запрещено. Она считается одной из самых опасных в Южном полушарии. Но опасность осталась не в шахте, не в зданиях, а на воздухе, в пыли, в самой земле. И все началось с одного минерала. Азбест не был новым открытием. Люди знали о нем тысячи лет. Древние жрецы бросали в костры ткани, сотканные из минерала, чтобы впечатлить толпу. Марко Поло писал о волшебных огнеупорных одеждах в Азии. Но лишь в 19 и 20 веках азбест стал ресурсом с мировым значением. Голубой азбест или крокедолит был особенно ценен. Он встречался крайне редко. Основные месторождения находились в Южной Африке, на Урале и в Канаде. Но в Австралии его запасы оказались просто фантастическими. По объему это сейчас одни из крупнейших в мире. По качеству идеальные для промышленности. Это и стало причиной возникновения Витинума. Минерал привлек миллионы долларов инвестиций. Вокруг него выросли дома, школы, больницы. Все ради добычи. CSR, сахарная компания, перешедшая в горнодобывающий бизнес, поставила на кон все и выиграла. На время. Голубой азбест отправлялся в Европу, Америку, Азию. Он использовался в армейской технике, в строительстве, в медицине. Но мало кто знал, что именно голубой азбест – самый опасный из всех. Его волокна легче всего проникают в организм. Они устойчивы к разрушению и особенно агрессивны внутри легких. Проклятие этого минерала в том, что он был слишком идеальным. Идеально прочный. Идеально жаростойкий. Идеально опасный. Но люди этого еще не знали. Витинум строился. Семьи приезжали. И каждый думал, что нашел свое место под солнцем. В середине 50-х годов Австралия переживала подъем. Война закончилась. Страна почти не пострадала. Инфраструктура развивалась. Экономика росла. А в пустынях штата Западная Австралия начал формироваться город будущего – Витинум. Его строили с нуля. В условиях, где раньше не было даже дороги. Семья Макена стала одной из первых, кто сюда приехал. Отец водитель, мать беременна третьим ребенком. Им дали дом с кондиционером и бытовой техникой. На фоне повсеместной бедности тех лет это был настоящий рай. Улицы были чистыми, соседи дружелюбными, школы – новыми. Здесь устраивали киносеансы под открытым небом, играли в крикет, устраивали ярмарки и соревнования. Люди действительно верили. Они строят что-то великое. И Витинум станет символом новой Австралии. Больше половины населения были мигранты. И каждый чувствовал себя частью большого дела. Никто не задавал лишних вопросов. Рудник работал, деньги платили, дамы росли. Люди женились, рожали детей, мечтали остаться здесь навсегда. Все казалось правильным, честным, уютным. Только вот в этой утопии с самого начала что-то было не так. Но заметить это можно было лишь в деталях. Необычный кашель у детей, пыль, которую невозможно отмыть, ветер, что приносил странный налет на окна. Но это все казалось мелочами, пока кто-то не начал умирать. Работа на руднике казалась честной и стабильной. Но за фасадом райской жизни скрывался ад. Шахты Витинума были не просто тесными, но они были душными, раскаленными и пропитанными пылью. На смену рабочие спускались без какой-либо реальной защиты. Маски и респираторы либо не выдавались вовсе, либо были чистой формальностью, тонкой тканью, которая не задерживала асбестовые волокна. Все было в пыли. Камни, оборудование, одежда, даже воздух. Рабочие рассказывали, что спустя несколько минут после начала смены уже невозможно было различить лица друг друга. Настолько густым становился туман из серо-голубых частиц. Люди дышали этой смесью, теряли аппетит, испытывали постоянную усталость, но продолжали приходить на работу. Их держала зарплата, высокая по тем временам, и страх остаться ни с чем. Филипп Маккена, тот самый водитель, со временем стал бригадиром. Его гордость за карьерный рост не знала границ, но именно в тот период его семья начала замечать, что он часто кашляет и быстро устает. Подобные симптомы были и у других мужчин в городе. Тогда это не связывали с асбестом. Люди винили пыль, жару, усталость. Только позже выяснится, каждый вдох в этой шахте сокращал жизнь. Компания CSR прекрасно знала, что условия труда на руднике ужасны. Но на официальных бумагах все выглядело иначе. Там говорилось о безопасном производстве и контролируемом риске. Руководство боялось признать правду. А рабочих было проще заменить, чем обеспечить реальную защиту. Один за другим они начинали болеть. Но никто не знал, это только начало цепной реакции, остановить которую уже невозможно. Кланиальная сахарная компания CSR к тому моменту уже давно перестала быть просто поставщиком сладкого. Ее история началась еще в 19 веке, но к середине 20-го CSR стала гигантским конгломератом. С деньгами, политическим весом и амбициями, которые простирались далеко за пределы Австралии. Когда был найден голубой асбест, компания сразу же поняла масштаб будущей прибыли. Рудник был выкуплен без лишних разговоров. Затем, то есть моментально, началась стройка. Дома, инфраструктура, больница, магазин, даже авиасообщение. CSR платила за все. Рабочих завозили на самолетах, на борту раздавали бесплатные напитки, устраивали вечеринки по выходным. Компания делала все, чтобы создать образ рая. Но это была не щедрость, а инвестиция. За этой картинкой скрывалась настоящая золотая жила. Асбест продавался всему миру. Его брали в Европу, в Азию, в США. CSR заключала контракты, расширяла производство, наращивала объемы. На асбесте компания зарабатывала сотни миллионов. Но чем выше были прибыли, тем тише звучали голоса тех, кто предупреждал о смертельных рисках. Любые попытки поднять тревогу встречались глухим молчанием или откровенным давлением. CSR не собиралась отказываться от своей империи. Упоминания о рисках в документах тщательно вымарывались. Даже внутренние отчеты с тревожными показателями пыли прятались в архивах. Империя должна была расти. Любой ценой. И цену уже начали платить простые люди. Но еще не знали, что именно покупали за деньги этой компании. Ища. Город мечты Витенум на деле оказался построен на костях. В прямом смысле. Люди, работавшие в шахтах, начали умирать еще в 60-х. Но масштабы трагедии никто не замечал. Каждый случай рассматривался отдельно. Легочные заболевания, странные опухоли, затрудненное дыхание. О причинах никто не говорил. Но смерти множились. В это время СССР уже знала, в руднике показатели загрязнения воздуха превышают нормы в десятки, а иногда и в сотни раз. Врачи били тревогу, но их не слушали. Один из первых экспертов, посетивших шахту, в официальном докладе написал. Точнее, самое опасное место из всех, что я видел. Он предсказал массовую вспышку заболеваний среди рабочих и рекомендовал немедленное закрытие объекта. Его отчет проигнорировали. Тем временем рабочие продолжали спускаться в шахты, дробить асбест, вдыхать пыль. Их семьи продолжали стирать грязную одежду, дети играли на улице, покрытые сероватым налетом. Все жили, как ни в чем не бывало. И смерть не сразу дала о себе знать. Но именно в эти годы в Витинуме появились первые десятки смертей, позже ставшие тысячами. Город продолжал жить, танцевать, устраивать турниры. Люди продолжали верить в будущее, не зная, что их настоящее уже проклято. И в то же самое время кто-то из врачей пытался снова предупредить. Только бы их наконец услышали. В 60-е годы в Витинум регулярно прилетали врачи. По линии компании, по поручению властей, иногда по частной инициативе. И почти каждый из них возвращался с одними и теми же выводами. Уровень загрязнения воздуха критический. В шахтах люди дышат пылью, которая убивает. Даже приборы, фиксирующие концентрацию частиц, иногда просто выходили из строя. Настолько запредельными были показатели. Один из таких врачей, молодой специалист из Сиднея, зафиксировал в своем дневнике. Они все обречены, но пока никто не понимает этого. Он написал официальный отчет и отправил его в ССР. Ответа он не получил. После второго визита он снова поднял тревогу, подключил научное сообщество. Но компания оставалась глуха. Парадокс в том, что ССР продолжала нанимать медиков, но не для реального контроля, а для соблюдения формальностей. Никто не запрещал выдавать рекомендации, но ни одна из них не выполнялась. Доктора увольняли, отчеты исчезали, критика замалчивалась, молчание становилось все громче. Внутри города люди тоже начинали что-то подозревать. У кого-то умирал сосед, у кого-то друг. Но каждый случай объясняли чем-то другим. Возрастом, усталостью, пневмонией. Слово «рак» еще не звучало вслух, но это было недолго. Потому что вскоре появился... ...винча в Сербии. Все они возникают в короткий промежуток времени и обладают неожиданно высоким уровнем развития. Археологи находят сложную керамику, следы планировки, даже первые символические надписи. Такое впечатление, что эти культуры появились не на пустом месте, а как результат уже сформировавшихся традиций, перенесенных с побережья исчезнувшего озера. Черное море, отняв землю, стало невольным катализатором цивилизационного скачка. А на дне остались остатки того, что было раньше. Когда исследователь Роберт Баллард, тот самый, что нашел «Титаник», начал обследовать северные берега Турции, он искал подтверждение легенде. Но нашел куда больше остатки построек, которых не должно быть на дне моря. Камни, сложенные в стены, обломки утвари, черепки, обработанные вручную. Это не были просто случайные находки. В других районах тоже начали фиксироваться... ...около 15 часов, в составе которой невозможно увидеть без лаборатории. Именно... ...продавать его... ...выдают документы на на... ...и нет свинца в мышьяках. ...фальшивый... ...бизнес... ...мон... 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 ...высят... ...мон... ...вы когда-нибудь задумывались, зачем природе вообще комары. Кажется, что от них один вред, но на самом деле они важная часть экосистемы. И у них есть своя функция – быть едой. Миллионы птиц, рыб, лягушек, летучих мышей и насекомых каждый день питаются комарами. Особенно в период их массового вылета. Взрослые особи – пища для ласточек, стрижей и тресогузок. А личинки – это настоящий деликатес для головастиков и мальков. Если представить, что комары исчезнут, это будет удар по всей пищевой цепи. Многие виды резко сократятся, начнется дисбаланс, который приведет к неожиданным последствиям. Например, птицы начнут искать другую пищу и вытеснят конкурентов. Или упадет популяция рыб, что затронет целые экосистемы водоемов. Так что, убивая комара, вы убиваете завтрак для целой ласточки. И хотя сложно полюбить этих назойливых тварей, стоит признать – в природе у каждого своя роль. А вот следующая роль комары куда менее поэтична. Ведь после обеда она готова к строительству собственного роддома. После плотного ужина у комарихи включается режим строителя. И нужно отложить яйца. Причем не просто куда попало, а в место, которое даст потомству шанс на выживание. Идеальная площадка – стоячая вода. Даже самая незначительная – тарелка с дождевой водой, крышка от банки, засор в водостоке, след от лапы собаки, наполненный дождем. Самка комара умеет различать запахи и химический состав воды. Она ищет ту, в которой достаточно органики для питания личинок, но нет хищников. Иногда она раскладывает яйца по разным водоемам, чтобы повысить шансы выживания хотя бы части потомства. Яйца выглядят как микроскопические черные зернышки. В зависимости от вида самка откладывает от 50 до 200 яиц за раз. Они могут плавать на поверхности воды или цепляться за стенки сосудов. Через пару дней из них появляются личинки. В отличие от взрослых комаров, личинки ведут водный образ жизни. Они плавают вверх ногами, фильтруют воду, дышат через трубочки на поверхности. Они активно питаются и растут, чтобы как можно скорее перейти в следующую стадию. Жизненный цикл ускоряется в жару. В теплой воде личинка может превратиться во взрослого комара за 5-7 дней. И вот из капли воды поднимается новый охотник, готовый повторить путь своей матери. Только для начала ему нужно пережить детство. Взрослые комары не живут в воде. Но и к открытым солнечным местам они не стремятся. Их идеальная среда – влажная тень. В кусты высокая трава, нижняя сторона листьев, подвалы, подоконники – везде, где прохладно и не слишком сухо. Днем комары прячутся, а активизируются ближе к вечеру. Именно в это время снижается температура воздуха и возрастает влажность. Идеальные условия для охоты. Особенно в районах, где нет ветра, даже легкий ветер сбивает им навигацию. А вот зима для комаров – не время охоты. В умеренных широтах они впадают в спячку. Самцы умирают вскоре после спаривания, а оплодотворенные самки прячутся в теплых уголках – подвалах, под корой деревьев, в щелях домов. Сам они могут пережить холода, затаившись до весны. Как только воздух снова прогревается, комар выходит из укрытия и первым делом ищет воду для откладки яиц. Именно поэтому каждый сезон начинается с резкого всплеска комариной активности. Но иногда всплеск активности наступает и ночью, особенно если в вашем районе недавно прошел дождь. Вы не увидите, как они собираются, но зато почувствуете это на своей коже. Если укус все же случился, что с этим делать? И правда ли, что сметана помогает? Укусил комар? Не трогай. Именно так советуют дерматологи. Но на практике мы все равно чешем до красноты. Зуд – реакция иммунитета на белки в комариной слюне. И, к счастью, есть способы облегчить это чувство. Первое – холод. Кубик льда или мокрая салфетка снимают воспаление и успокаивают кожу. Второе – сода. Размешайте чайную ложку в воде и нанесите кашицу на место укуса. Сода нейтрализует кислоту и снимает зуд. Третье – уксус. Разбавьте яблочный уксус водой в пропорции один к одному и аккуратно протрите укус. А вот народные методы вроде сметаны и кефира работают в основном за счет охлаждающего эффекта. Если под рукой ничего нет, просто старайтесь не чесать. Это самое сложное. Чем больше трете, тем больше гистамина вырабатывается и зуд усиливается. В крайнем случае можно использовать аптечные средства – антигистаминные мази, гели с ментолом или алоэ вера. Они действуют быстро и эффективно, но пока вы боретесь с последствиями укуса, где-то рядом уже гудит новый комар. И, возможно, вы задумываетесь, а не пора ли истребить их всех к чертям. На первый взгляд – логично. Уничтожим комаров, и мир станет лучше. Больше никто не будет чесаться, не будет малярий, не будет лихорадки зика. Но все не так просто. Комары – часть сложной экосистемы. Их уничтожение может вызвать цепную реакцию. Птицы, летучие мыши, лягушки, рыбы потеряют важный источник пищи. Вода начнет зарастать водорослями, изменится микрофлора, пострадают растения и животные, которые с этим связаны. Кроме того, уничтожить всех комаров невозможно. Их слишком много, они адаптируются, размножаются молниеносно и занимают огромные территории. Эпелленты, ловушки, фумигаторы – но все это только уменьшает популяцию, но не избавляет от нее. Тем не менее, ученые работают над решениями. Генная инженерия, выпуск стерильных самцов, изменение ДНК комаров, чтобы они не могли передавать болезни. Некоторые из этих проектов уже показывают результат. Но мы все еще далеко от полного контроля. Пока же остается лишь выбирать – терпеть, бороться или вооружиться по последнему слову техники. Самое безумное и в то же время реальное оружие против комаров – это лазерная пушка. Звучит как фантастика, но такая штука действительно существует. Разработанная инженерами в рамках проекта по борьбе с малярией, эта система использует камеру и искусственный интеллект, чтобы обнаруживать комаров тата в воздухе. Алгоритм анализирует форму крыльев, частоту махов и отличает комара от, скажем, пчелы или мухи. Как только в поле зрения появляется цель, система направляет тонкий лазерный луч, который мгновенно поджаривает крылья комара. Насекомое теряет способность к полету и падает. Все это занимает доли секунды. И устройство способно обрабатывать до сотни комаров в секунду. На практике такие пушки пока дороги и используются только в лабораториях или пилотных зонах. Но кто знает, может в будущем у каждого из нас будет на окне лазерная защита от укусов. Ведь, как оказалось, даже у самой маленькой твари на Земле может быть гигантское влияние. А чтобы понять, как бороться с врагом, нужно сначала узнать его поближе. Теперь, когда ты знаешь все о комарах, от их доисторического происхождения до современных методов защиты, каждый их писк за ухом уже не будет случайным. Ты знаешь, зачем он здесь и как с ним справиться. Продолжение следует...